Слово живого Бога 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 Слово живого alternator Слово живого Rob Задача врага, чтобы убить, губить и погубить. Задача врага, чтобы воровать, украсть дерзновение, украсть вот это усердие. Потому что Иисус Христос в Откровении говорит такие слова. Во 2 главе, 4 стихе говорится такие слова. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Это что такое? Ты оставил дерзновение твое. Ты уже не так горишь, как горел раньше. У тебя изменились понимания, у тебя изменились мотивы, у тебя пошла другой путь. Бог говорит, слушай, я имею против тебя, ты оставил первую любовь, ты оставил дерзновение, ты оставил то, что ты горел для Бога, ты оставил то, что ты ночами не спал, читал, молился, искал, получал откровение. Это и есть в усердие не ослабевать. Апостол Павел Римлян, обращаясь к римской церкви, говорит, братья и сестры, в усердие не ослабевайте. Это очень важно, потому что задача врага, еще раз говорю, украсть, украсть вот это дерзновение, украсть вот это усердие. Если, понимаете, если мы что-то делаем, мы должны делать во имя Господа. Мы если что-то делаем, мы должны делать ради Господа. И это очень важно. И Бог хочет, чтобы мы с таким сердцем служили Ему, потому что задача Бога, чтобы мы не просто трудились, а не оставили любовь к Нему. Посмотрите, если прочитать 2-3 стих Откровения во 2 Гая, Он говорит, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сноситься развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы. И нашел, что они ложицы, ты много переносили, и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнамогал. Посмотрите, Он не говорит, трудишься, Он говорит, трудился. Когда-то у тебя были хорошие дела, когда-то ты горел, когда-то ты бежал, ты хотел служить в прославлении, ты бегал, искал, где служить, в чем помогать, пастор, в чем помогать, почему? Потому что ты понимал, ты в планах Бога. А задача дьявола – украсить эти планы из твоей жизни, чтобы ты не вошел в эти планы, чтобы ты стал теплым христианином, чтобы ты стал просто прихожанином церкви во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого из вас. Кто горел духом, пусть горит сейчас еще раз. Кто еще не горел духом, пусть сегодня зажжет Бог в тебе этот огонь. Потому что без усердия огня не бывает. Бог просто так никому-то не отдаст огонь. Бог дает огонь те, которые усердно просят, молятся, ищут. И Бог знает сердца наши. Аминь. Халлелуйя. Слава Господу. Смотрите, ты много переносил. То есть ты выдержал какие-то атаки, ты выдержал какие-то немощи. Но пришло время, ты просто охладел. Сатане удалось тебе обмануть, что сиди, тебе надо спастись. Сиди на скамейке. Что, больше всего тебе надо, что ли? Бог говорит, ты не можешь мне служить, если у тебя не будет усердия. И говорит, в усердии не ослабевай. Почему это пишет? Потому что это будет. Это атакует, чтобы мы остановились, чтобы мы неусердно подходили к Богу. Посмотрите, Матфея 9,22. Вообще, это очень интересная история. Одна женщина заболела несколько лет, много, лет 12, по-моему, или 17, я уже не помню. Просто эту историю я, ну, как бы, давайте, я могу прочитать. Просто, чтобы не терять времени. У меня есть много, что сказать вам, братья и сестры. Но она, знаете, что сделала? Она, что такое усердие? Это дерзновение. Это стимул двигаться вперед. Что такое усердие? Это ревность. Это, что такое усердие? Это, это активность. Что такое усердие? Это стремление вперед. Стремление с чего-то. Почему? Потому что я понимаю, я в планах Бога. Когда Дух Святой сегодня проговорил к моему сердцу и сказал, не бойся, я с тобою, потому что ты в моих планах. Я тут же назвал проповедь, я в планах Бога. И Бог дал мне это слово, чтобы я вам передал в огне Духа Святого. Чтобы каждый из нас понимали, что у Бога есть план именно на твою жизнь. И Бог хочет, чтобы не только пастор, не только помощники пастора усердствовали, а каждый член церкви в Ифане, города, Сочи, чтобы у всех было усердие. Потому что, знаете, братья и сестры, невозможно быть христианином и иметь теплоту. Мы должны гореть для него. Посмотрите, что говорит. Эта женщина, она только сказала внутри себя. Посмотрите, какое дерзновение. Что за усердие. Только прикоснюсь к одежде и стелюсь. Посмотрите, какое стремление. Она поставила все. О, хорошее слово. Усердие – это стремление. Какое стремление. Что она не побоялась ни апостолов. Ни от того, что они узнают, побьют камнями. В течение этого времени я не верю, что кто-то не знал об этом. Там были люди, они знали об этом. Но Иисус сказал, кто коснулся мне? Почему? Кто-то проявил усердие. Коснулся ему. И он говорит, от меня пошла сила. От меня вышла сила. Потому что кто-то проявил дерзновение, усердие. Когда мы молимся за людей. Когда мы читаем слово. Когда мы проповедуем. Когда мы прославляем. Мы должны понять, что мы наполнились силой. Что мы просто подключены шлангом к Богу. Просто это заправочный пункт подключен к нам. И это заправляет нас. Это без усердия невозможно. Если в машине бензин закончится. Можно поставить машину и ходить пешком. Но Бог этого не хочет. Бог хочет, чтобы мы налили, залили бензин в машине. И ехали на машине. Это точно так же в духовном мире. Если у тебя бензин закончится. И ты потух. И находишься в теплоте. И ничего не делаешь. Придется отвечать в свое время за это. Почему? Иисус конкретно сказал. Что будет делать с теми, которые теплые. Аллилуйя. Матфея 9, 22. Он говорит. Иисус же, обративши и увидев ее, сказал. Дерзай. Дерзай, дышишь. Вера твоя спасла тебе. Женщина с того часа стала здорова. Пока Иисус не сказал слова. Она не вошла в полной мере в свое здоровье. Всегда на наше дерзновение, на наше усердие приходит ответ Божий. Пока нет ответа Бога, мы должны двигаться и двигаться и двигаться. Следующий этап. Когда у тебя есть усердие, теперь духом пламени. Теперь написано, усердие не ослабывайте, духом пламеняйте. Понимаете, это что такое? Это жизнь в духе. Это состояние духовного человека. Я всех вас благословляю, братья и сестры. Конечно, я верю и знаю и понимаю, когда двери уже откроются, когда мы соберемся все вместе. Мы будем посмотреть друг в друга в глаза, и мы поймем, кто дерзновенно жил, кто пламенел духом. Вы знаете, было время, когда мы уговаривали и говорили, придите в церковь. Это так важно. Посвящайте собрание. Пришло время, никто уже об этом не говорит. Но каждый сам ищет Бога. Вот почему Бог дает мне эти слова. Чтобы мы усердие не ослабевали в это время, когда мы вместе не собираемся. Наоборот, духом пламенели. В усердие не ослабевали и духом пламенели. Посмотрите, невозможно пламенеть духом без Духа Святого. Невозможно. Почему? Потому что, когда Иоанн Креститель пришел открыть путь для Иисуса Христа, Матфея 3, 11, он сказал очень важные вещи, очень важные моменты, которые он должен был говорить. Давайте прочитаем Матфея 3, 11 стих. Знаете, дьявол хочет украсть это слово от нас. Дьявол не хочет, чтобы мы это понимали и знали. Посмотрите, что же здесь говорит. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущи за Мною сильнее Меня, я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас». Услышь. «Он будет крестить вас Духом Святым и еще и огнем, чтобы мы Духом поломенели. Нам не надо остановиться на том, что я крещен Духом Святым. Нужен огонь. Без огня невозможно служить. Без огня невозможно служить. Иисус говорит, Иоанн говорит про Иисуса Христа. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Вы знаете, Иоанн Креститель – это уникальный человек. Это великий пророк. Это великий человек. Иисус сказал, не было между пророками, которые родились от жен, больше, чем Иоанн Креститель. Но посмотрите, я еще один момент скажу. В чем ошибка? Вот в чем ошибка многих христиан? Почему у них нет вот этого дерзновения? Почему нет этого огня Духа? Есть одна маленькая причина. Я об этом хочу говорить. Дианя, 19 глава, со 2 по 6 стихи. Но я прочитаю, это можете потом прочитать. Я прочитаю 2 стих и 3. Вообще-то давайте все прочитаем. Сказали им, приняли ли вы Святого Духа у верого? В первой главе написано, апостоли пришли к ним. Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Знаете, братья и сестры, многие христиане, они просто слышали о Духе Святом. Здесь даже вообще не слышали. Есть сегодня церкви, даже не слышали о Духе Святом. Простите меня, если так говорю, это не церковь, это просто собрание. Я сейчас боюсь, каждое собрание называть церковью. Они даже не слыхали о Духе Святом. Вот, пожалуйста, это то время, когда горело все, когда Иисус был еще только-только взят из земли, когда апостоли проповедовали Евангелие. Они говорят, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Посмотрите, это очень важно, потому что крещение и принятие Духа Святого, они тесно связаны друг с другом. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Вы знаете, братья и сестры, многие люди сегодня в церкви, они крещены в Иоанново крещение. Они просто приняли крещение, понимая, чтобы прощены были им грехи. Но Бог пошел дальше. Павел сказал, посмотрите, Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы вы веровали в грядущего по Нем, то есть в Иисуса Христа. Услышав они, услышав это, они крестились во имя Иисуса Христа, во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить с нами языками. Братья и сестры, удивительно, почему Павел не поставил руки тогда, когда они были крещены, Иоанново крещение. Потому что всегда нужно делать то, что Бог говорит четко, правильно и по слову. Посмотрите, когда они пришли, они спросили, приняли ли вы Духа Святого? Я могу сейчас этот вопрос задать. Ты в какое крещение вообще крестился? Может быть, потом кто-то меня по интернету посмотрит. Может быть, кто-то дома сегодня сидит и говорит, почему у меня не получается так, как у всех? В какое крещение ты крестился? Если у тебя Иоанново крещение, ты не можешь гореть с Духом. Дух Святой ты не сможешь принять. Чтобы принять Духа Святого, надо креститься во имя Господа Иисуса Христа. Ты не поймешь Духа, потому что ты крещен. Я могу сказать так, вот это баптистское действие, в баптистерию ты вошел, вот это действие произошло. Но во что ты крестился? Проверь свое сердце. Если ты крестился в Иоанново крещение, то тебе надо... Сейчас скажут, я учу второе крещение. Да я не учу об этом. Я говорю то, что говорит Слово Божие. Посмотрите, они не могли. И Павел не молился за них, так, чтобы они приняли крещение Духа. Потому что они даже не понимали, что это такое. Они даже не слыхали. Павел не сказал, ну вот вы услышали, давайте теперь я буду молиться, чтобы вы приняли крещение Духа Святого. Знаете, наша ошибка в чем, братья и сестры, особенно служителя, которые служат людям. Они не понимают, смогут ли эти люди принимать Духа Святого или нет. Даст ли на правильном... Как же мне объяснить Господь, чтобы не создать такое отношение, ну как бы неправильная атмосфера или неправильное учение. Я не хочу, поймите, я боюсь Бога. Я просто хочу, чтобы каждый из вас Духом пламенели. Но как вы примете Духа, если у вас только Иоанново крещение? Если вы еще плачете о своих грехах? Если вы не приняли праведность Христа? Если вы не приняли кровь, которая очищает и омывает каждого человека, приходящего к Нему? И потом говорит, услышав это, они крестились во имя Иисуса, во имя Господа Иисуса. Посмотрите, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, тогда сошел на них Дух Святой. До этого он не возлагал на них руки, потому что было неправильное основание. Братья и сестры, Иоанн очень хороший человек, но те, услышьте меня, но те, которые ходят в Иоанново крещение, они никогда не смогут пламенеть с Духом. Они будут на уровне разума объяснять и слово, и сказать на Иисус очень много мест в Писании, но Духом пламенеть они не смогут. Они не поймут, что значит жизнь в Духе. Они не поймут, что значит на их языках штурмовать. Они не знают, что значит благодать Господа, который сходит в огне Духа. Те, которые ходят в Иоанново крещение, они никогда не могут гореть для Господа. И сошел Дух Святой. И что они сделали? Они начали первое. Они стали говорить иными языками, а потом пророчествовать. Что такое пророчество? Это тайна Божия. Написано Дух Христовый и есть Дух пророчества. Многие говорят, скажи, пастор, если я не говорю на языках, крещен ли я Духом Святым или нет? Посмотрите, я вот такой ответ дам. Крещенный Духом Святым человек не может остаться без единого дарования. Просто, когда ты начинаешь служить Господу, ты должен понимать, какой твой дар. Иние языки, они даны для нас, для назидания нашего Духа. Иной язык помогает мне, когда я молюсь перед Богом, и не знаю, о чем молиться, когда я молюсь перед Богом, мне хочется Богу сказать больше, чем способен мой естественный язык. И тогда мой дух начинает пламенеть перед ним. Иной язык – это дар для меня. Но этот иной язык никто не понимает. Не дьявол. Я тайно говорю Богу. Поймите, это другое состояние. Но есть язык, который пророчески идет. И Слово Божие говорит, если никто не истолковывает такой язык, не говорите «Амин». Вы знаете, братья и сестры, когда я говорю тайну перед Богом, мне не надо, чтобы кто-то рядом стоял и истолковал мой язык. Апостол Павел не говорит об этом языке, чтобы истолковали. Он говорил о том языке, который делается в церкви. Когда кто-то... Я расскажу одну историю. Я служил в одной церкви. Это была хорошая, очень помазанная, пятидесятническая церковь. Там были дары. И я говорил с кафедры. И одна сестра вышла в центр, встала и начала на меня говорить на иных языках пророческое слово. Она сказала где-то минуты две очень мощное пророческое слово в духе. Когда она закончила, я подождал где-то минуту. Я сказал, братья и сестры, извините меня, но я не могу сказать «Амин». Потому что Слово Божие говорит, если нет истолкователя, то и «Амин» нельзя говорить. Когда это идет в церкви, когда Бог говорит через иные языки в церковь, Бог дает тут же истолкователя. Один говорит, другой истолковывает. Вот тогда я понимаю, что она говорит про меня, и я говорю «Амин». Но когда я молюсь перед Богом иными языками, я назидаю свой дух, и я не хочу, чтобы этот язык кто-то истолковал. Потому что молюсь духом, и молюсь умом, и я четко понимаю сердце, и дух мой понимает, что я хочу от Господа. Это мое отношение с Богом. Поэтому, братья и сестры, сделайте для себя такое мощное основание. Языки, когда Дух Святой сходит на нас. Я получаю язык, я говорю языками, я говорю разными языками. Может быть, очень много языков. У меня и меняются, и дома, и когда я так, и когда так, и когда ходатайствую, и когда идет духовная война. Очень четко. Но я хочу вам говорить такое слово. Когда, если вдруг у тебя нет этого языка, или ревнуй, чтобы у тебя было это. Потому что это проявление. Это тебе надо. Это не просто крещение Духом Святым. Нет, нет, нет. Крещение Духом Святым нельзя связывать с дарами. Крещение Духом Святым, это приходит в тебя, и ты горишь для него. Он сказал, сойдет на вас Дух Святой, и будьте мне свидетелями. Человек, который крещен Духом Святым, он не может в усердии ослабевать. Он должен гореть с Духом, понимаете? Здесь вопрос, акцент не надо ставить на говорение языках. Акцент надо ставить на состояние свое. Каком-то из состояния перед Богом. А то многие думают, что если я не говорю на языках, то значит я не крещен Духом Святым. Это неправда. Халлелуя. Не надо это связывать, но это очень важный дар. Очень важный дар. Иные языки меня часто помогали просто изливать сердце перед Богом. Иногда моих слов не хватило. Почему человек идет к Богу вот в разуме, он уже знает, что он должен сказать Богу. Он по полной порядке рассказывает Богу, как он должен жить, как он должен ему помогать, каком он состоянии перед Богом. Но! Бог хочет, чтобы мы сердце открывали перед Ним. А они языки нам очень хорошо помогают. Пророчество. Ну, что такое пророчество? Когда ты подходишь к какому-то человеку и говоришь, слушай, у меня есть слово для тебя. Бог любит тебя. Все думают, что пророчество, это когда ты говоришь, Бог скоро сойдет огнем на тебя. Бог скоро тебя уйдет. Да нет, братья и сестры. Каждое слово ободрение, и то можно, если Бог говорит, но каждое слово, которое мы говорим в ободрении, это и есть проявление пророчества, это и есть проявление заботы, это и есть, что мы не безразличны друг для друга. Знаете, дьявол пытается украсть, убить и погубить. Дьявол пытается нас удержать от Духа Святого. Дьявол пытается, чтобы мы не имели это дерзновение подойти и касаться одежды Иисуса Христа, чтобы получить это исцеление, чтобы получить эту веру. А Он хочет, когда Он пришел в дом Иаира, все плакали. Вот Его задача, чтобы церковь сегодня плакала, оплакивала, плакала, плакала, но наш Иисус Христос не мертвый, чтобы мы плакали. Он воскрес, и нам надо радоваться, братья и сестры, в усердие не ослабевать и в Духе пламенеть, а потом уже, Духом пламенеть, а потом уже Господу служить. Очень интересный момент, посмотрите, когда они пришли, увидели, а их все говорят, ну пусть будет там 500. Так их было, знаете, по-моему, около 12 человек. Их всего лишь было несколько человек, но Бог туда пришел. Не имеет значения, сколько человек. Один ты, двое вас, трое. Слово Божие говорит, где двое из вас согласятся о чем-то и будут молиться мне, будет им от Отца Небесного. И, знаете, такое ощущение иногда складывается, что мы просто уговариваем Бога что-то нам дать. Такое ощущение, что мы уговариваем Бога, чтобы Он исцелял людей. Такое ощущение, что мы уговариваем Бога, чтобы Он спасал людей. Да это Его воля, братья и сестры. Это Его воля спасать, поднимать, благословлять, укреплять. Это Его воля. Вы думаете, что Он умер, чтобы мы Его потом уговаривали? Да Он умер, чтобы разрушить дела дьявола. Он умер, чтобы мы обогатились Его смертью. Он умер, чтобы мы внутри себя понимали, какое помазание мы имеем от Него. Апостол Павел говорит, вы не знаете, что значит Христос в вас, упование и сила. Я не знаю, как получается мне это слово передать. Я внутри ощущаю, что многие христиане просто ограблены. Сколько бы имели бы служителей в группе прославления, сколько бы имели бы служителей в молодежном служении, сколько бы имели бы служителей домашних групп, сколько бы имели служителей, которые говорили бы слово с кафедры, сколько бы имели служителей, которые бы занимались аудио, видео, медиа служением, сколько бы имели бы таких служителей, если бы дьявол не ограбил. Сколько бы имели бы источников открытия, сколько бы финансов имели бы, если бы дьявол не обворовал церковь. обворовая твою десятину и приношение, его задача – обворовать церковь. Посмотрите, строительство идет. Вот усердие! Где? Не хочу никого обвинять. Не хочу никому сказать, что вы плохие. Слава Богу за каждого из вас. Но, может быть, меня слышит тот, у которого это есть. Не присвои себе, если это не твое. Не возьми то, что тебе не принадлежит. Это слово не только ты слышишь. Это слово слышат многие. И мое слово направлено Церкви Божьей. И очень важно, чтобы мы понимали, в каком крещении мы ходим. Если я хожу в Иоанновом крещении, то я не пойму Духа. Я никогда не смогу быть скрещенным Духом Святым. Мне надо принять крещение Иисуса Христа. Хотя бы осознавать. Ладно, не надо второй раз креститься. Хотя бы осознавать. Как только ты осознаешь, что ты крещен во имя Иисуса, в тебе появится жажда принимать Духа Святого. И в тебе появится служить дарами Ему. Я не знаю уже, что с этой рукой моей делать. Оно все время дергается вот так. Потому что мне хочется донести. Дух Святой, я молю тебя. Помоги это донести правильно. Помоги, пусть придет утешение. Помоги, пусть придет понимание. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого моего брата и сестры. Я вам искренне говорю. Когда мы придем в небеса, написано, что Бог сотрет слезу из наших глаз. Вы знаете, мы увидим то, что мы никогда не представляли. Мы увидим ту любовь, ту атмосферу, то духовный тот уровень. Мы просто... И то, что мы могли взять, и мы не взяли. Иногда, братья и сестры, мы не страдаем, потому что мы служим Господу. Мы страдаем, потому что мы неправильно поступаем. Мы не в вере поступаем. Мы поступаем по желанию своей души. Но Бог хочет, чтобы мы были... Чтобы мы лицо держали, как кремен. Чтобы мы были живым носителем Бога на этой земле. Чтобы внутри нас Дух Святой чувствовал в себе хорошо. Хорошо, Господу служите. Вы знаете, вот я сказал, Господу служите, что ассоциировало тебя? Вот что ты понял это? Вот послушай. Я сейчас буду читать эти местописания. Римлянам, 12 глава, с 6 по 8 стих. И как? И как? По данной нам благодати... Посмотрите, каждому из нас дана благодать. Если есть усердие, то всегда можно найти служение. Но усердие должно еще и Духом пламенеть. Потом Господа служить. Посмотрите. И как по данной нам благодати... Имеем различные дарования. Ты имеешь пророчество. Пророчествуй по мере веры. То есть то, что я сказал. Не надо там глобальные вещи говорить, потом придется отвечать. Не надо о пришествии говорить, выбирать дни, месяцы, и там вот в этом году... Нет, не надо об этом делать. Но есть мера веры, которым мы можем пророчествовать. Брат, я знаю, стопроценно Бог любит тебя. Гори для Бога. Поднимись для Бога. Даже если он во грехе. Даже если он грех сделал. Твои слова его ободрят и поднимут. Но если Бог откроет, что у кого-то грех, это не пророчество. Это ты слово знания. Ты идешь и ему говоришь эти моменты. Как Слово Божие говорит. Согрешили ли ты против тебя, брат? Иди обличи, не поймет, другого возьми. То есть есть принцип, есть схема. Мы должны по этой схеме двигаться. Но пророческое слово, это не только обличение, братья и сестры. Это ободрение, это благословение, это какие-то моменты, которые еще должны прийти. То есть по мере веры, что откроет Бог. Понимаете? Это не так, что ты считаешь себя пророком, и ты идешь, ты же себе представляешь, как Еремия, или Исаия, или там еще кто-то, и начинаешь рубить людей. Да это не пророчество. Пророчество в Духе Христовом должно быть. В правильном Духе. По мере веры. Имеешь для служения, прибывай в служение. Братья и сестры, у кого есть сегодня служение из вас? Не уничижайте ваше служение. В каком бы то служении ты ни находился, прибывай в этом служении. Это твое призвание. Будь верен в этом малом, Бог даст тебе еще больше. Я помню, когда первый раз мне, конечно, и испытания придут. Я помню, когда первый раз мне попросили служить в служении хлебопреломления, для меня это было трепетно. Я с таким благоговением подходил к этому служению. Я до сих пор с таким благоговением подхожу к этому служению. Я одел, у меня был пиджак, брюки, рубашка, но у меня не было туфли. Я был в кроссовках. И утром рано надо было приехать на работу, оставить там товар, чтобы потом после служения вернуться и продолжать свою работу. Одна женщина, которая дружила со мной там, на этом рынке, рано работала рядом, у нас там было со всеми хорошее отношение. Она говорит, слушай, я вижу, ты, ну, кроссовки не идут к этому костюму. Давай я тебе дам ту обувь. Потом ты потихонечку рассчитаешься. Я обрадовался. Я сказал, спасибо, Господь, что ты меня благословляешь, что ты отвечаешь на молитве. Я взял, одел этот обувь. Очень красивый был обувь. Это было рано утром. А рано утром на Вишняковском рынке развозят из складов товар на точки. И там и большие тачки такие с большими металлическими колесами. Там прямо гора целая, грузят эти ящики, а грузчики, они бегут быстрее, чтобы успеть много отвезти, потому что каждый рейс, это для них деньги. А я стою вот так, благодарю Господа, что Он дал мне туфли, и вдруг один из этих колес прямо проходит по моим братьям и сестрам. По моим новым туфлям! Я просто не знал, что сказать. Я смотрю, конечно, больно было ногам, и я смотрю, самое больное, что я их даже еще только одел. У меня вот эти носы от обуви, они внутрь провалились. Во мне сразу поднялось вот это, уж как сказать, это не описать, это что было. Потому что когда ты в служении, хочешь прибивать в служение, запомни, на твое служение пойдут атаки. Не атаки, которые будут тебе просто шикотать, а атаки, где ты должен умереть просто. И представляете, я смотрю на мою обувь, я смотрю на него, какой-то голос внутри кричит, порви его! А он еще на меня смотрит и мне говорит, где у тебя глаза? Ты что, не видишь, где стоишь? Нет, чтобы мне возмутиться! Он еще и меня оскорбляет, братья и сестры! Я не могу ничего. А весь рынок ждут. Они понимают, они знали меня до уверования. Они понимают, здесь что-то произойдет, и они видят, что ничего не происходит. Я ему говорю, прости, иди. У меня слезы. Это, которая отдала мне обувь, у нее глаза, вот здесь прямо. Я отхожу в сторону, там как раз лежал ящик из-под банана. Там тонкая вот эта, ну, борты, вот эти дерева там тонкая. Я ломаю там. И засовываю обувь, чтобы вот эти носы поднять, чтобы можно было одеть. Знаете что? Я когда это делал, плакал перед Богом, мне показалось, что Богу понравилось мое поведение. Мне показало, я в своих глазах был студент, который сдал экзамен. Очень важный экзамен. Братья и сестры, имеешь ли служение? Прибивай в служение. Что такое прибивай? Преодолевай все препятствия, но прибивай в служение, пока Бог тебе не поднимет в другой уровень. Учитель ли? Учение. Увышатель ли? Увышивай. Неужели это все служение? Да. Каждый из вас имеет право служить Богу. Каждый член церкви, который крещен, в крещении Иисуса, стал членом церкви, и он пламенеет духом, он имеет право служить. Но служение это не только через кафедру говорить. Посмотрите, увышатель ли? Увышивай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Да не надо трубить трубою. Хочешь что-то отдать? Да отдай жертву и благодари Господа. Начальник ли? Начальствуй опять-таки с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. То есть с любовью. Это очень важно. Понимаете? Потому что мы служение представляем только вот кафедра, 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 кафедра говорит слово. Да, братья и сестры, и этому придет время. Ну, а вот эти служения, кто будет делать? А Бог же сам дает хотение и действие каждого из нас. Аллилуйя! И хочу 12 стих прочитать. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянной. Смотрите, Римлянам 12, 12. Утешайтесь надеждою, в скорби, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянной. Знаете, только какой человек не получит то, что я сказал? Так только не получит такой человек, который строптивый. То есть в нем есть, в нем есть какой-то, знаете что? Строптивость. Он не может смириться. Он всему противится. Он строптивый. Ты говори так, он 50 раз больше скажет тебе, совершенно противоположно то, что ты хотел сказать. Но он никогда не сломается. Нужно убрать строптивость из характера. Потому что в характере есть очень золотые качества у человека. Это умение молчать, умение слушать. Это очень важно. Иногда это больше, чем красота. умение терпеть, умение слушать. Строптивый человек, он не умеет слушать. Он хочет просто свое доказать и все. И в этой справедливости дьявол просто купается. Такой человек не боится грешить перед Богом. А смиренным Бог дает благодать. Давайте не будем быть справедливыми. Почему? Потому что ты в планах Бога. Давайте не будем гордыми. Почему? Потому что ты в планах Бога. Братья и сестры, давайте не будем строптивыми, потому что мы в планах Бога. Я хочу помолиться вместе, чтобы Дух Святой сошел на каждого из нас, чтобы мы могли, как эта женщина, иметь это дерзновение, чтобы не просто вот Иисус говорит, Павел говорит, приду к вам, проверю возгордившиеся слова или сила Духа. Давайте, чтобы у нас не было возгордившиеся слова. Давайте, чтобы мы не говорили высокие слова. Давайте, чтобы это было в силе Духа, в помазание, чтобы на лучах Его было это исцеление, чтобы лучи Его попали в церковь, чтобы лучи Его попали тем, которые болеют, чтобы люди лучи Его попали в наш город, чтобы весь наш город был спасен через те лучи, которые Бог отправит, потому что в лучах Его исцеление. Благодарим Тебя, Господь. Давайте склоним наши головы. Иисус Господь, Господи, если где-то охладело мое усердие, если где-то я оставил первую свою любовь, я прихожу к Тебе, Боже. Молю Тебя, Господь, Ты говоришь, покайся, вспомни, откуда не спал, покайся и твори прежние дела. Господь, помоги нам творить прежние дела, помоги нам в усердии не ослабевать. Я стою перед Тобою, Боже. Я молюсь о себе, Господь. Лично это моя молитва к Тебе, Боже. Помоги мне, чтобы я в усердии не ослабевал. Помоги мне, чтобы я не потерял то призвание, которое Ты призвал меня. Помоги мне, потому что я знаю, что Ты имеешь планы в мою жизнь. Помоги мне, потому что я вхожу в Твои планы. В этом городе не зря живу, в этой церкви не зря нахожусь. Ты имеешь планы в моей жизни. Помоги мне, Господь, потому что я в Твоих планах. Я открываю свое сердце, я каюсь перед Тобою. Если где-то я оказал теплоту, если где-то я воровал, обворовал Тебя, если где-то я просто показывал свой характер строптивый, Господи, галилюя, такое слово, чтобы я был всегда смиренный перед Тобой, чтобы не было у меня характера строптивости, чтобы я смирил себя, чтобы я мог быть послушным, чтобы я услышал Твой голос, Боже, помоги мне, Господь, во имя Иисуса Христа. Господи, я молюсь за тех, которые в своем характере видят строптивости, Боже, освободи нас от строптивости, освободи нас от бунта, освободи нас от мятежа, освободи нас от злоречия, освободи нас от всего того, что мешает Тебе работать, Боже, с нами, потому что мы в планах Твоих. Господи, помоги нам не судить власти, не судить начальство, не судить брата, не судить сестру, очисти нас от этого, Боже, помоги нам, Господь, ибо церковь Твоя живая, Твой живой организм. Во имя Иисуса Христа. И все сказали Аминь. Братья и сестры, я верю, что это слово поможет нам, потому что я знаю, что Бог не хочет, чтобы мы в усердии ослабевали. Бог хочет, чтобы мы духом пламенели. Бог хочет, чтобы мы Господу служили. Я как пастор вас благословляю. Скоро Иисус грядет. Маранафа! Субтитры создавал DimaTorzok